Девушки отдыхают Этот городишко мне окончательно опостылил И я буду рад уехать отсюда при первой же возможности Лореда выпустит купцов только тогда, когда захочет Похоже, вы ему для чего-то нужны Как так? Он что, собрался устроить здесь международную ярмарку? Я подданный короля Демовенда и скажу тебе, что... Демовенд мертв А теперь, если позволишь, перейдем к делу Демовенд мертв Демовенд мертв Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С утра ребятишки орут, по ночам старик стонет Глянь-ка, ведьмак идет, как думаешь, согласится? Ну, не знаю, может спросим? Только посмотри на него, лучше его не найдешь День добрый, можно тебя на несколько слов? Некоторое время назад мы создали алхимическую субстанцию Мы хотели бы испытать ее в лабораторных условиях в Изиме И вот мы подумали, что лучшего подопытного, чем ты, нам не сыскать Может, ты согласишься навестить нас в Изиме? Через год-другой, если будет время Мы бы провели над тобой пару экспериментов Не бесплатно, разумеется Нас интересуют композитные эффекты этого вещества Большего я сказать не могу Ты согласен? Да Превосходно! Великолепно! Быть может, тебя не затруднит вести дневник во время... Держи себя в руках Здорово, Гераль! Мастер, глядите, кто к нам пришел! Великан кузнечного искусства нас не слышит Занят Не покладая рук, трудится Ты как, ведьмак? Как жизнь? Хорошая у вас мастерская Да какая тут мастерская? Но за добрые слова спасибо И от мастера, и от меня Так чем могу помочь, а? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Успи- Скажу Субтитры создавал DimaTorzok Т digo ты один из-за новостей Что сеге 3 кубааизоля Мои цены останутся прежними, и в вашу гильдию я вступать не собираюсь. Точка! Я прошу вас, изменить своё мнение. Срать я хотел на вашу гильдию, это же вымогательство! Подумайте ещё раз. Гильдия защищает интересы всех своих членов. В конце концов, несчастный случай может произойти с каждым. Сгоревшая кузница – это ещё полбеды. Но как мастер сможет ховать мечи, если сломает, допустим, руку? Что? Ты мне угрожать собрался, говнюк? Выметайся отсюда! Ещё раз тут увижу, все рёбра тебе пересчитаю. К твоим услугам! Так чем могу помочь, а? Выметайся отсюда! Выметайся отсюда! Глупо. Просто глупо. Боги прокляли тебя и твой род поганый. Приветствую, белый волк. Что ты ищешь? Располагайся, будь как дома. Мы встречались? Нет, но я много о тебе слышал. Точнее, читал. В письмах из ревийской диаспоры. Рад знакомству. Моё имя Эйнар Гусель. Я держу лавочку древностей. Кроме того, я возглавляю здешнюю общину нелюдей. Никогда бы не подумал, что продажей книг во Флотзаме можно заработать. Здесь много приезжих. Кто покупает книги, кто продаёт. Вот вчера, к примеру, госпожа Шиала де Тансервиль купила больше, чем я обычно за год продаю. И что интересного она нашла? Двермис Мюстерис и Эксетерские тракты. Полное издание. А также ещё одну весьма дорогую книгу, о названии которой я предпочту умолчать. Должен сказать, что госпожа Шиала необычайно щедра. Сделала значительное пожертвование в Сиротский фонд. Нелюди во Флотзаме живут общиной? Не вполне, но мы помогаем друг другу по мере возможности. Я, к примеру, собираю налоги и оглашаю распоряжение коменданта. Это делает тебя преступником в глазах Юрвета. Это точно. Он меня сколько раз уже предупреждал. А я столько же раз отвечал, что без этой работы нельзя. Всё впустую. Сытый и голодного не разумеет. Он работает мечом, я пером. Нам друг друга не понять. Раньше полегче было. А потом пропали без вести несколько эльфских девушек. Мы перестали доверять людям, а белки перестали верить нам. А не нашлись девушки? Нет. Наверное, их накеры сожрали. Я хорошо помню морель белорукою. У них жених был. Прекрасная была пара. Разреши взглянуть на твои книги. Пожалуйста, не торопись. Я хочу сыграть в кости. Сперва докажи, что ты годный соперник. Там и посмотрим. Я ещё вернусь. Разреши взглянуть на твои книги. Пожалуйста, не торопись. Тебя, не торопись. Хори. Тебя, не та. Тебя, не та. Ольга. Продолжение следует... 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 Разреши взглянуть на твои книги... Пожалуйста, не торопись... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как ты, моя дорогая Ну и порядки тут у вас Краснолюдские кузнецы Отбивают Ну вот, предчувствие меня не обмануло Стоило заглянуть в эту дыру Убийца Фольтеста собственной персоной Как дела, как здоровье Не жалуешь Безмерно рад Знаешь, да вы и зимы путь далекий И я не хочу тут долго возиться Я и так на тебя много времени потерял Ну, счастливого пути Что тратить время на разговоры? Слушай, шутник Живой ты стоишь больше Но если будет надо, ты и мертвым сгодишься Что выбираешь? Ну, попробуй меня убить Брось меч и подними руки Иначе я не ручаюсь Подойди И попробуй меня убить Не бойтесь ведьмачьих У меня есть черепаший камень Он так простит, асса Не упустите его Убийца Фольтест введет Ох, вот Асса Асса Карти Кап WAS Сад У provoke О forty Кто Асса М just Иorts Яándначенная Слава Приветствую в моем скромном заведении. Чем ты торгуешь? Благовониями, по большей части. Разными благовониями. Для медитации, для освежения мыслей, для кухни, лекарств, ритуалов, чего только душа пожелает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нам предстоит убить монстра, который способен утопить целый корабль. Боишься? Нет. Но лучше выманить его на берег. Предоставь это мне. Хорошо. Мне не терпится взглянуть, как ты будешь его выманивать. Уж я постараюсь, а вся слава достанется тебе. Слава? Ты будешь убивать его на берегу. Если мы будем работать вместе, нам надо познакомиться поближе. Ты так думаешь? Ну, давай познакомимся. Часто ты берешься за ведьмачью работу? Иногда. Если хорошо платят. Ты не любишь конкуренции? Я думаю, каждый должен делать то, что умеет лучше всего. Ну что ж, посмотрим. Надеюсь, что я не опозорюсь. Что это такое? Выглядит впечатляюще. Мегаскоп. А что он делает? Он позволяет выполнять массу сложных магических операций. К примеру, связываться с другими чародейками. Ты узнала, откуда взялся Кейрон? Даже не пыталась. Ты знаешь, что его создал чародей? Догадываюсь. И что с того? Я должна чувствовать себя виноватой? Извиняться за какого-нибудь безумца? Не собираюсь. А ты откуда знаешь, что это чародей? Не знаю. Просто предположил. Скоро я буду готов. Надеюсь. До свидания. Где ты был? Я ищу какого-то эльфа по имени Седрик. Не ввязывайся в это. Купцы обещают за убийство монстра хорошие деньги. Деньги? Не главное. Может быть. Но лишними они не бывают. Я ей не доверяю. Шиале? Почему? Она могущественная чародейка. И быть ее врагом небезопасно. А другом еще хуже. Я знаю, что она тебе не нравится. На то есть причины. Я просто предупреждаю. Спасибо. Попробую узнать у нее. Ну что? Я отправлюсь с ней на охоту. Но сперва надо найти Седрика. Тогда пойдем к нему. Он на стражевой башне. Седрика. 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 Субтитры делал DimaTorzok Уже почти год Мориль была бы рада такому дню, Сегерим Радуйся и ты памятью о ней Не изводи себя Я пытаюсь Я до сих пор не понимаю Почему ее исчезновение породило столько ненависти Не позволяй другим Сейдхе отравить твою память Ненавидят те, кто пытается скрыть свое бессилие Спасибо тебе, Седрик Вафаэль Вафаэль Ты, Седрик? А кто спрашивает? Геральт из Ривии Ведьмак и... Трис Мерригольд Ты прекрасно пахнешь, Трис Седрик, смотри на меня Чего ты хочешь, Геральт из Ривии? Я хочу заработать пару аренов Тут никакой работы для ведьмака не найдется В этом лесу для ведьмака всегда найдется работа Чудищ тут очень много Впрочем, в этом нет ничего удивительного Ты знаешь, почему они здесь собираются? Проклятые места всегда притягивают всякую гнусь Тут, на поляне в лесу, раньше стоял дом, в котором держали умалишенных В последнюю войну с Нильфгардом его спалили дотла Безумцы заживо сгорели в своих кельях А над развалинами с тех самых пор висит проклятие Недавно двое смельчаков решили туда залезть Ни один не вернулся Расскажи побольше о самом доме Это старая усадьба Ее превратили в приют для скорбных разумом Во время войны безумцев хватает И с каждым днем становится только больше Жрец смерцей запер их там и заботился о них Попробуй отыскать тех двоих, которые пропали в развалинах сумасшедшего дома Если найдешь их, думаю, тебя щедро наградят Они сами или их семьи Попытка не пытка Я хочу тут у вас поохотиться Может, дашь какой-нибудь совет? Я не ведьмак Ставлю силки, капканы Пытаюсь держать накеров подальше от бендюги Вот и все Меня интересует дичь покрупнее накеров Старик? Кейрон? Неужто Лореда наконец раскошелился? Слушай, не мне тебя учить, с какого конца за меч держаться Вы, ведьмаки, дадите фору кому угодно Но если у тебя есть деньги, я тебе помогу И чем же? Соберу тебе капкан или ловушку, чтобы обездвижить жертву Или манок, завести чудище в засаду Что угодно Если уж я могу добить накера, попавшего в мою западню Ты и подавно справишься Все-таки кто ты такой? Я предостерегаю людей от опасностей, затаившихся в лесу А точнее Я уже стар, даже по эльфским меркам Но этот лес гораздо старше Я живу в нем много лет и просто понимаю его Не могу этого объяснить Иногда я ошибаюсь, и тогда люди не возвращаются Ты помогаешь людям Я просто знаю, можно выходить за ворота или нет Пожалуй, зайду, когда ты протрезвеешь Вы, ведьмаки, живете очень долго Может, и дождешься такого дня Что случилось с эльфкой, о которой вы говорили? Она пропала? Сегерим думает, что ее забрал лес А ты? Мориль просто исчезла почти год назад Некоторые говорят, что она была слишком красива, чтобы люди ее не тронули И ты веришь в это? Если нет никаких явных свидетельств Я стараюсь доверять предчувствию А оно говорит, что лес не забирал Мориль Почему ты не скажешь об этом Сегериму? Это не имеет значения Убили ее, или она ушла сама, чтобы никогда не возвращаться Ни я, ни Сегерим не сможем этого изменить За что сражаются с Каэтаэли? Ты о стариках, которые мечтали вернуть было величие нашей расы? Или о молодых, которые дерутся за жизнь и жаждут мести? Отряд Йорвита, это первые или вторые? Они считают, что они независимые И что они действуют единственно возможным способом На деле они лишь тень былого величия Аэнсейдхи Они до конца цепляются за свою мечту До того мига, когда меч или петля обрывает их жизнь Или до тех пор, когда они вдруг понимают правду Это порой хуже смерти М MARTINón М М М М Мрази М 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 Мüt Продолжение следует... 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 Зачем мы таскаем это добро, если порт закрыт? Мы снаружи подождем. Мы снаружи подождем. Только давай быстрее. Крови все больше. В пещере увидим чья она. Не ловите, не ловите. Типа раскал. Удачи! Продолжение следует... 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 Ты проиграл. Сыграем? 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 В этот раз тебе повезло, но я еще отыграюсь. Что? Сыграем в кости. Так что, играем? Сыграем? 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 Ты выиграл. Хочешь отыграться? Нет. Попробуй сыграть с Эйнаром Гусселем из «Ремесленной слободы». Если выиграешь у него, может, даже прожженный захочет с тобой силой помериться. Спасибо. В морду его бей! Слышала про новую позу? Снова я как ведьмак. Нет, расскажи. Ведьмак выпивает музыку, чтобы усыпаться. Засыпай, как убитый. Утром просыпаешься, а ты девственница. Хочешь развлечься, альбинос? Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Не пропусти следа. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Который из них польза? Может, тот, который велел его дядюшкой называть? Любви, Исис, красавчик. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Слышь про новую позу? Ведьмак и стрыга. Капец. Расскажи. Мила. Ведьмак выпивает. Мила. Засыпай, как убитый. Утром просыпаешься. Снова этот ведьмаш. Прошу. Доброго дня. Деньги вперед. Деньги вперёд. Капец. Деньги вперёд. Капец. Капец. Тут я смогу выдаваться. Деньги вперёд. С Asian. Бонненьги вперёд. Продолжение следует... Продолжение следует...